Детский сад Детей становится меньше, которые должны находиться в этих учреждениях. Их куда-то пристраивают, их объединяют. Как дальше будет выстраиваться политика в этом направлении? Политика была и остается одной. Ребенку комфортно жить в семье. Поэтому будут реализовываться и реализуются все меры для того, чтобы дети уходили из государственных учреждений. Поэтому у нас в области есть целая сеть подготовки родителей для замещающих семей. Потому что не дело, когда если ребенка однажды забрали из детского дома, потом поняли, что что-то не получается, и ребенка возвращают. Вот наша задача не просто сделать так, чтобы дети ушли в семьи, но и так, чтобы дети не возвращались в государственные учреждения. Нет никакой задачи по закрытию детских домов. Нет никакой задачи по оптимизации денежных средств. Ничего подобного. Мы знаем, что такие детки будут оставаться. И прежде всего, это дети старшего возраста. Это дети с серьезными заболеваниями. Это дети братья и сестры, когда их нельзя разлучать. Есть много особенностей. К сожалению, мы знаем, что очень хочется, чтобы дети жили все в семье. Но пока вряд ли это удастся в ближайшее время достигнуть в полном масштабе. Когда происходит либо реорганизация детских домов, либо их закрытие, то это происходит лишь по одной причине. Что действительно все дети розданы. Знаете, в моей практике была такая ситуация. Одна малокомплектная школа должна была быть закрытой. Все учителя, работающие в этой школе, взяли себе детей. Школа до сих пор работает. Это было больше 10 лет назад. Закрылся детский дом. Закрылся детский дом, из которого дети были взяты. Понимаете, причины, по которым детей берут в семьи, могут быть очень разными. Главное, чтобы детям жилось комфортно. Это главное. Ну а если переходить к теме, которая касается непосредственно котловского дома ребенка. Или котловского детского дома. Но я не помню таких планов по закрытию детского дома, потому что детей было достаточно много. Было много замечаний по его работе. Не спорю. И эти замечания благополучно устраняются. Даже пришлось иногда менять руководителей. Это поиск решения. А вот котловский дом ребенка, вы знаете, решение состоялось не то чтобы случайно. Мы видели тенденцию, динамику по уменьшению числа деток, которые здесь находятся. И это потому, что дети на раннем возрасте гораздо легче устраиваются всеми. Мы ведь для этого не только, вот я вот сказала уже, школа приемных родителей существует. Сегодня мы создаем видеопаспорта для детей, которых, когда потенциальный родитель может увидеть ребенка, полюбить его даже заочно. Это все делается для того, чтобы как можно больше детей устроить в семье. Но увидев, что тенденция идет к сокращению количества детей, мы не решались принять никаких решений по реорганизации до той поры, пока не увидели очень серьезное желание муниципалитета, и в частности Андрея Владимировича, взять это учреждение в муниципалитет и сделать нездимой детский сад. Вот когда наши сомнения и серьезные намерения совпали, мы понимаем, что в этой ситуации как раз выиграют от реорганизации жителей города Котласа. Но мы не должны забывать о людях, которые работают. Поэтому ко всем службам, министерствам, муниципалитету были требования, просьбы детально подойти к каждому, кто сегодня работает в этом учреждении. У нас этих сотрудников на вес золота, что врачебного персонала, что педагогического персонала. И учитывая то, что мы ведь выбрали не просто ликвидацию, мы выбрали мягкую форму реорганизации путем присоединения его к больнице и передачи вот здесь части помещения, в том числе и до больницы. И моя сегодня задача была приехать, посмотреть, все ли идет комфортно. Как мы договаривались, я убедилась, что коллеги отработали достаточно детально и правильно. То я уверена, что это было единственное верное решение, которое созрело совместно. И очень надеюсь, что в какой-то момент времени и жители Котласа поймут, что это для них сделано. Ну, была инициатива, это тоже части жителей Котласа, как раз вот эти вещи провести. Совпало много очень показателей, которые вот привели к этому решению. Но мало решения, надо его в жизнь воплотить. Поэтому... Все в ожидании. Вот на этом этапе я вижу, что коллеги отрабатывают очень детально. Я еще раз говорю, я приехала поговорить, чтобы убедиться, что все действительно идет комфортно. Есть в Котласе, в Коряжме, в Красноборске техникумы, лицеи, да, то, что мы называем средним профессиональным образованием, средним и начальным. И какой-то был период, когда от руководителей доносилась информация, что стало как-то некомфортно, что вроде как-то они не особо нужны. И что там дальше будет, и будут ли закрывать, и как там дальше. Тоже какие-то вот вопросы, и вот без ответов. Вот сейчас от заместителя губернатора по социальным вопросам. Наверное, можно как-то, да, сформулировать какую-то вашу вот концепцию, чтобы посмотрели руководители и поняли, все нормально, работаем дальше или нет. Напомню, что раньше профессиональное образование было все на уровне федерации. Потом мы не просто переживали процессы передачи на региональный уровень. Часть учреждений сразу перешли, часть оставались на федеральном, например, учреждении военно-промышленного комплекса, которые готовили специалистов для него. Были другие этапы, потом снова, снова. Потом появились демографические проблемы. Потом изменились потребности работодателей, когда у нас и сегодня возникают вопросы, что мы вроде учим, а учим не тех и не тому. Запросы работодателей сегодня говорят о том, что вы нам даете не тех специалистов. И все понимают, что система профессионального образования должна быть реформирована. Но вот как ее реформировать и как в процессе реформ не потерять самое главное, потому что без этого образования не может быть страны, не может быть региона, не могут быть все в этом мире с высшим образованием, юристами и экономистами. Сегодня в ряде предприятий, например, в Северодвинске на Севмаша, специалист, токарь, сварщик высокого уровня получает заработную плату гораздо выше, чем, например, инженер. Потому что уровень и ценность, уникальность этих специалистов такова, что работодатель понимает, что он за него троих может отдать. И ведь они приезжают, эти специалисты, со всей страны, насколько я знаю, что не хватает в области. Совершенно верно. И вот здесь появилось, вот в ходе вот этих споров, обсуждений, много разных было площадок, интересных, не очень, но появилось понимание, что должны быть в области сделаны ресурсные центры по основным направлениям подготовки, необходимым для нашего региона. И вот для того, чтобы образование было качественным, и для того, чтобы работодатель был удовлетворен и был заинтересован в выпускниках, и помогал, сопровождал учащихся студентов, в том числе в социальном плане, в экономическом плане, нужно изменить эту систему подготовки. Вот мы и пошли по пути создания ресурсных центров. Сегодня их создано уже 14. Что это такое? Это базовое учреждение, которое наполняется современным оборудованием, в том числе не только за счет бюджета, за счет и договорных отношений с работодателями. На ряде крупных предприятий, в учебных заведениях существуют специализированные кабинеты, практикумы, где само предприятие закупает то оборудование, на котором будут работать выпускники этого учебного заведения, придя к ним. Это очень непросто. Это изменение сознания не только людей, работающих в практике, это изменение сознания работодателя. Чтобы ожидать хорошего, достойного работника, нужно вложиться на этапе его подготовки. Но это понимание наступает. И оно происходит в том числе благодаря и существованию федеральных программ. Например, мы смогли в прошлом году войти с учреждениями северодвинского кластера в федеральную программу и серьезно вложиться в развитие материальной базы. Но это не значит, что те учебные заведения, которые находятся в небольших населенных пунктах, обязательно отомрут. Нет. Вы знаете, очень многое зависит от того, кто руководит учреждением и кто там работает. Если учащегося ждут в этом учебном заведении, а очень часто они выполняют роль и социальную, когда родители, не отправляя в 10 класс, понимают, надо ребенка не на улице, а же гулять вот сюда. Так вот, очень многое зависит от того, как коллектив сделает свое учебное заведение привлекательным. Многие недооценивают роль профориентационной работы. Не приглашают, не зовут. А это неправильно. Ребенок должен понимать, он еще маленький, он еще ребенок, он должен понимать, что здесь его ждут, что здесь его как мама может быть приголубит и так далее. А еще и дадут профессиональное образование на качественном оборудовании. Поэтому, если те, кто рассуждают, что им кто-то что-то должен дать, или кто-то кого-то должен за руку привезти, в этой непростой ситуации проиграют. В какой-то определенный момент будут закрыты. А такие есть? А такие есть. И мы понимаем, что избыточность учебных мест, она существует. Но мы сохраняем. У нас есть определенные подходы к формированию регионального заказа. Мы выдаем государственное задание образовательным организациям. Пожалуйста, набирайте. Определяем профессии, определяем объемы вместе с работодателем. Конечно, бывают шахоховатости, какие-то недоработки, где-то какая-то некомпетентность, неточность подачи информации. Все может быть. Но те, кто желает развиваться и существовать, поверьте мне, нашли себя на этом рынке давным-давно. Они активно участвуют, например, в программах по переподготовке людей, которые стоят в центрах занятости. Вот два учебных заведения на одной территории. Центр занятости объявляет конкурс на переподготовку по такой-то специальности. Один в конкурсе участвует, а второй только ноет. Почему я не по той, по которой я хотела бы поучаствовать? Один день заработал. А второму было просто лень чего-то сделать, пошевелиться. Легче на что-то пенять. Избыточность существует. Существует огромный комплекс инфраструктурный. И здесь мы тоже, например, уже составили реестр, особенно внимательно смотрим общежития. У нас бывает такая ситуация, что в муниципалитете трудно решить вопрос со служебным жильем, с каким-то предоставлением жилья для молодых семей, которые только вот-вот и комнате рады. И тут же есть простаивающее общежитие. Пусть не целиком, но, например, этажами. Почему не передать их муниципалитету под жильем? В Котловском районе, не знаю, в поселке Шипицын эту тему даже глава поднимала. Совершенно верно. Там что-то решается? Вы поддерживаете ее? Я поддерживаю эти решения. Мы уже даже с Игорем Анатольевичем проговаривали этот вопрос, что мы готовы передавать такие помещения муниципалитету, но муниципалитет должен быть готов тоже к шагам. Нужно перевести эти площади в жилой фонд и объединиться с людьми, чтобы сделать там проживание комфортным. То есть здесь нужны совместные усилия. Мы готовы передавать. Нужна готовность власти довести эти помещения, до ума, что называется, до целевого назначения. Везде звучит слово страшный, экономический кризис, оптимизация бюджета и все прочее, сокращение расходов и так далее. Естественно, а в Котласе очень много бюджетной сферы, она большая. Естественно, очень много именно социальной направленности. И люди спрашивают, а не будет ли сокращаться зарплата у педагогов, у медработников, у культурных работников, у социальных работников. И будет ли она расти, ведь составлены дорожные карты. Вопрос правильно, абсолютно правильно. Но тогда я вам скажу с уверенностью, что указы президента предполагают повышение заработных плат по отдельным категориям до 2018 года. А по некоторым целевые показатели уже достигнут. Например, у учителей и у воспитателей. Так вот, наша задача, ее никто не отменял и отменять не собирается, выдержать принятые на себя обязательства. Соотношение заработных плат людей, работающих в социальной сфере, по отношению к средней заработной плате в экономике, чего бы нам это ни стоило, будет выполняться. При формировании бюджета первая позиция, которая отслеживается, это выполнение указа в части заработных плат, работающих в бюджетной сфере. Мы, благодаря многим усилиям, достойно выполняем эти обязательства. Надо сказать, что это непросто. И мы в числе тех регионов, кто это делает в полном объеме, есть те, которым это не удается делать. И давать послабление себе в отношении этих обязательств никто не собирается. Я уверена, что Игорь Анатольевич Орлов этого просто не допустит. Игорь Анатольевич Орлов.